Начинаем! Здравствуйте, мои дорогие ребята! Я вас безумно... Ой, боже мой, нос чешется! Значит, я вас безумно рад видеть, у меня кофеёчек заканчивается. Мы сейчас с вами будем общаться, мы сейчас с вами будем поддерживать друг друга. И будет крутейший прямой эфир, как всегда. Поэтому скорее заходите ко мне в лайф, если смотрите меня в записи, с вас лайк. И обязательно смотрите как можно дольше, потому что будет масса крутой информации. Будем с вами общаться, будет мега круто. Поэтому обязательно оставайтесь со мной и будьте со мной как можно дольше. Потому что вместе мы сила. Допиваем кофе. Шикарный, ребята, мы с вами безумный день. Абсолютно безумный день, как всегда. Полностью со всех сторон. Прям вот я в 6.30 встал. Движуха просто как Папа Карло, ты постоянно работаешь. И не только марафон, Инстаграм у нас просто прям тонна дел. И одно из важнейших дел, это у деток пробился бассейн. И 30 градусов, и как можно оставить моих зайцев без бассейна. Правильно? Я вам сейчас покажу, значит, сейчас я вам покажу где-то. Подождите, я надеюсь, я смогу показать. Я же не удалил эти видео. Сейчас, 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 сейчас. Ребята, если я найду, я вам покажу, как у меня они выглядят. Нет, все, нет у меня этих фотографий. Извините, не покажу вам. В общем, я купил надувной резиновый бассейн. И это просто хит вообще. Это абсолютно хит сезона с детьми. Но вчера, в общем, папа решил поменять воду. И поэтому папа так поменял воду, что пробил его к чертовой матери. Поэтому, ну что делать? Пришлось восстанавливаться. Поехали вопросы. На ПГ обязательно съедать все калории, надо их доедать. Если вы не регулярно прям будете не доедать половину, то, да ради бога, вы наелись и вы чувствуете себя прекрасно. Если вы, например, ну возьмем, да, такую ситуацию, в которой вы съели из ваших полутора тысяч семьсот пятьдесят. Ну все, ну наелся. Ну не перфаршироваться же, как гусю, правильно? А если вы будете каждый день так делать, то это уже плохо. А здесь уже будет тотальное недоедание. Только что сделал для вас кучу стори. И одна из них была. А если неделю на воде? Посмотрите обязательно. Алексей, а можно недели две питаться продуктами из диеты неделька? Только количество. Конечно, вы можете запросто. Сделайте себе еще к недельной диете салатик из зеленолиственных овощичек с большим количеством шпината. Сделайте его прям вкуснявым и будет вообще прям очень круто. И если вы как раз делаете салат, заправленный оливковым маслом, прям вообще цены вам не будет. Кушайте. Как потянуть обвищу костю после четырех родов? Вообще красавица! После четырех родов я вас... Мой низкий вам поклон за четыре. Боже мой! Я тут с двумя зашиваюсь местами. Четверо! Фантастика! Значит, во-первых, спасибо за лайки. Все тут ставят. Спасибо, ставьте. Значит, четыре раза вы родили. Естественно, животик будет растягиваться. Во-первых, крема согревающие на живот. Во-вторых, это нам ничего не даст, если это не совместить с остальными мероприятиями. Внимательно! Согревающие крема. Во-вторых, когда в ванну принимаете душ, у вас такая может быть перчатка, как аппликатор Кузнецова с такими лапками острыми. Все для того, чтобы кровь притекала к вашим местам, которые необходимы коррекция. Далее, вакуумы. Тренировки кора обязательно, чтобы мускулы были в тонусе. Далее, вы обязательно проверяете уровень эстрадиола. Потому что, если у вас уровень эстрадиола будет высоким, организм не будет держать коллаген. А коллаген является главным строительным элементом вашей кожи. Поэтому масса мероприятий, которые нужно учитывать. Внимательно! Приводим к уму наш эстрадиол. Так, это мы чек. Следующее. Пьем хондропротекторы. Глюкозамин, хондроэтин и коллаген обязательно на голодный желудок. Чек. Далее, они у нас в системе. У нас низкий эстрадиол. Это у нас есть, все понятно. И для того, чтобы организм транспортировал ваши строительные элементы в той или иной, требующий повышенного внимания отдел вашего организма, мы создаем дополнительный приток крови к этому отделу. В этом случае приток крови тренировками вакуума и тренировками кора. И обязательно вакуумы, помимо всего вот этих вот натирания, все эти натираете, оно краснеет. А краснеет, ну почему? Потому что приток крови. А приток крови что? Несет с собой коллаген, который вы принимаете. Поэтому местно можно воздействовать не только тем, что вот местно одно, но суммарно вместе со всем. Вот такая история. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, нужен ли солнцезащита, какая лучше? Солнцезащита однозначно нужна. Сгорим к чертовой матери. Чем жирнее, тем лучше. Урбечи, кибок, ваши отношения? Вот такое отношение, моя дорогая. На интервальном голодании около двух месяцев в утро всегда пью кофе. В последнее время в желудке чувствую дискомфорт, в чем может быть проблема. Воду после кофе всегда пью. Ну, масса вопросов может быть. Как вы ели до этого? Странно, почему через два месяца у вас появился дискомфорт. Нужно бы вас опросить хорошенечко. Да вы возьмите, начните пить каждые три часа классические 4 грамма рыбьего жира. И посмотрите, если дискомфорт идет, значит точно вопросы с желчным. Отучим. Есть пост или где почитать, как сочетается ПГ с приемом БАДов, витаминов, что повышает из голода. Значит, никаких БАДов на голоде нет. Потому что будете вашими БАДами красить вашу мочу. Значит, только с едой внимательно. И только после основного приема пищи, содержащего жиры, особенно витамины. Потому что жирорастворимые витамины вообще полностью полагаются на жировые калории для усваивания. Поэтому, пожалуйста, ради всего святого, не забывайте на голоде, нельзя болеть желудок, когда покушают. Если болеть желудок, когда покушаете, то добавляйте воду с уксусом. Может болеть, потому что у вас ленивый желудок. А также посмотрите, пожалуйста, мое видео в YouTube, которое называется, как правильно начать периодическое голодание. Потому что вы можете очень запросто иметь гастрит, который у вас был постоянно оккупирован из-за того, что вы ели постоянно. И вы начинаете делать паузы в еде, и опачки, а у меня гастрит оказывается, поэтому его нужно лечить водой. Какие упражнения запрещены при грудном кифозе? Как его лечить? При грудном кифозе у вас есть ряд ограничений, которые будут напрямую зависеть от того, какие у вас анализы. Так, чеснок надо есть каждый день, 100% нужно есть каждый день. Лук, чеснок. Ребята, я только что разбирал мега крутое блюдо для моих марафонцев, которое прямо содержало в себе, господи, грамм 30 чеснока, наверное, на порцию. И грамм 150 лука в салате в одном. И в основном еще. В общем, очень круто. Чеснок и лук – это прям мощнейшие инструменты для инвестиций в ваш иммунитет. Поехали дальше. Значит, так, Алексей, стоит ли отказываться от пары кусочков цельнозернового хлеба, если он не мешает худеть и очень вкусненько с любимым авокадо? Кстати, начала лимфодренаж Каева. Спасибо, мои хорошие. Знаете, смотрите, хлеб цельнозерновой, имеет гликемический индекс 69. Сахар имеет немногим отличающийся гликемический индекс цельнозерного хлеба, потому что это углеводы, правильно? Конечно, вкусненько. Знаете, очень классное сравнение. Блин, если не мешает худеть, можно я оставлю полкубика героина через день? Ну, пожалуйста, так же он не мешает. Я могу ходить на работу, я почти, у меня слюна не течет, все будет нормально. Я прям вообще отлично себя чувствую. Я почти не наркоман, только раз в 3-4 дня чуть-чуть героинчика. Ну, мне просто нравится, ну, чуть-чуть. Это утрировано, конечно, сравнение. Ну, потому что хлеб лучше вообще убрать, понимаете? Это угли, вы чувствуете, понимаете, если вы уберете все, что связано с быстрыми углями, вы через 3-4 месяца поймете, на что способна ваше тело. Дело не в том, что вы себе страшно вредите. Поверьте, я был в нормальной форме. В прошлом году, вы весь год меня прошлое видели, прям вы же видели, была нормальная форма. Я вам показываю фотографии, все, я вам говорю, вот, год назад форма была, отлично. Затем, начиная с нового года, я убрал даже лишние фрукты, мед, хлеб. Я мог вот цельнозерновой хлеб себе позволить с медом, с маслом, и мне это вообще абсолютно не мешало держать нормальную форму. Но когда я убрал лишние углеводы, и вы будете, мать его, господи, перемать, извините за то, что я ругаюсь, в шоке. Потому что ваши быстрые углеводы сдерживают потенциал вашего организма. И то, как я трансформируюсь, господи, плечи секутся, пресс сечется, какая-то вообще дичь трансформация. Просто убрав быстрые угли из, казалось бы, цельнозернового хлеба. И я убрал излишек фруктов, я убрал виноград, я теперь только на ягодах. Я чувствую себя просто, я такие потенциалы раскрываю все. Поэтому, вот, примерно так. Так, как питаться дальше, 1 неделю после 1200, после 5 продуктов. Я же в этом видео говорю, если вы хотите дальше инвестировать в свое здоровье, пожалуйста, тысячу раз, пожалуйста, давайте вы будете в этом же видео, я говорю, смотрите видео, которое называется «Как похудеть в 2019». Там же написано, пожалуйста, смотрите видео «Как похудеть в 2019» на ютюбе. И там дальше будет пошагово, что нужно увеличить, что нужно добавить, какое должно быть питание, там все есть. Так, поехали вниз, Алексей, а что с арбузами? Арбузы – это, по сути, вода с сахаром. Вода с сахаром, какое-то количество витаминов в нем есть. Арбузы – это, понимаете, есть самая крутая штука, которая меня прям поражает. Это арбузная диета, это победа, я считаю. Арбузная диета – это просто прям, я на арбузной диете скинула 3 килограмма и упала лицом вниз с пятого этажа с балкона. Это, блин, это, знаете, примерно так же. Я могу худеть, если я буду в день, брать, значит, 200 грамм сахара, растворять его в 5 литрах воды и просто пить это. Понимаете, пользуясь там 0,0 от арбузной диеты. Это фантастически, до какой ручки доходит народ, только чтобы не чувствовать голод. Потому что арбузом ты можешь нафигачиться, они же говорят, там же нет калорий. Но я съем целый арбуз 8 килограммовый, я съем вместе с этим арбузом еще тонну сахара. И нельзя, вы понимаете, в чем принцип основной? Зновой принцип заключается в том, что вы, когда едите ваши фрукты, например, я ем 100 грамм черники. 100 грамм черники содержит в себе такую концентрацию витаминов и минералов, которые содержатся в 10 килограммах арбузов, даже, наверное, не содержатся. И питательность, и количество углей, и сахара, все, едем, нормально, все, поехали, все, поехали. Сейчас будем двигаться с вами. Так вот, такое количество витаминов и минералов, которые содержатся в 100 граммах черники, не содержатся, подчеркиваю, в 10 килограммах вашего арбуза. Вот такая история. Так что распределяйте правильно ваши калории. Арбуз, это, конечно, очень вкусненько, но кто останавливается на одной дольке, правильно? Так, калий маги лучше отдельно пить или в мультивитаминах, подготовка к беременности. Подготовка к беременности, значит, смотрите, мультивитамины – это одно, минералы – это другое. Далее мы с вами будем сейчас идти через фудкорт, естественно. Смотрите, я с вами разворачиваю их, кто здесь у нас. Стоит ребенок, понимаете, чем она его кормит? Боже, хочется ей на голову надеть эту тарелку. Она его кормит странным Макдональдсом. Пожалуйста, вот здесь, опять же, ребенок сидит. Боже мой, я, ребят, в шоке. И я, когда прохожу, просто в ужасе вообще. Вы видели? Ребенок сидит, двое детей, и они их кормят. Это для них указия. Это, ну, от этого мне хочется плакать. Вы представляете, я приведу ребенка своего в Макдональдс. Ну, это, конечно, это катастрофа. Катастрофа, мать его. И нет, в общем, ладно, я потому что начинаю расстраиваться, мне хочется плакать. Калий, магний, пожалуйста, вместе вы пьете в виде минерального комплекса. И в нему еще можете добавить цинк, кальций, магний, К2 и калий. Вот так, для баланса вашего перед сном. Так, шелковицу в небольшое количество можно, до 200 грамм. Можно ли препарат при повышенной кислотности во время голода? Печет пищевод. Кто мешает вам пить воду ощелачивающую? Талу, Эвиан, Метель. Господи, препарат, который вам опускает кислотность. Я вам раскрою страшную тайну. Это обычная сода, которая решает все эти вопросы. Ренни, это обычная сода, которая гашенная немножечко, которая вам просто понижает вашу кислотность и вам перестает печь. А печет почему? Потому что мы любим пожрать. А пожрать мы любим говна очень часто. И этого говна, который мы любим очень пожрать, в нашей жизни очень много. Ребята, я же с вами делюсь. У меня же был гастрит. Был гастрит. Я же каждый эфир рассказываю об этом. Я вам тоже в предыдущем эфире, в предыдущем рассказывал о том, как я любил питаться печеньками и прочим разным шлаком. Вот этим Макдональдсом. И вот это все дробное, оно приводит потом тебя и к тому, что у тебя гастриты появляются. Поэтому вода, натриевая поутру, щелочная после обеда, и все будет у вас прекрасно. О, какой мотоцикл, 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 мотоцикл. Поехал. Харли Дэвидсон, наверное, какой-то. В любом случае, видишь Чоппер, сразу в голове Харли Дэвидсон едет. Красота. Сынок у меня очень любит эти вещи. Очень люблю клубнику. Сколько за день ее можно скушать? Клубника это однозначно лучше, чем ваша арбузная диета. Клубника это, скажем так, то если на первом уровне ягоды, черника, голубика, ежевика, малина, далее у вас смородина, крыжовник, потом где-то там ниже намного идет клубника, но она намного лучше, чем виноград, и она намного лучше, чем арбуз. Поэтому как-то так. Как относитесь к кокосовому сахару? Плохо, как к любому сахару. Но у меня же есть видео в ленте, посмотрите его, пожалуйста, о кокосовом сахаре. Это же не проблема. Я как раз именно его и показывал вам кокосовый сахар. Зайдите в ленту ко мне здесь в инста и посмотрите. Алексей, высококонтенсивные термальные тренировки можно через час после еды или уже другую лучшую тренировку? Вы знаете, когда у меня спрашивают, а можно ли высококонтенсивную тренировку, а можно ли настоящую силовую тренировку, после еды? Или если я переел, можно ли идти тренироваться? У меня сразу возникает вопрос, а как проходят ваши эти тренировки, если вы даже задумываетесь после еды ее провести? У меня, я тоже с вами делюсь регулярно, ребята, тем, как проходят мои тренировки. Вот прошлая тренировка, кстати, после 48 часов голодания, на высокоинтенсивную интервальную нагрузку. Значит, 1020 калорий за 67 минут. Я себе представляю, если бы я пришел в зал, и до этого час назад я бы поел, я бы сдох там к чертовой матери. Что вы? Когда у тебя в желудке есть что-то, и ты приходишь, и ты начинаешь делать по-настоящему высокоинтенсивную интервентальную тренировку, ты, ну, тебя просто стошнит, потому что это абсолютно нереально. Нереально сделать такую нагрузку и не вырвать. Когда ты там поднимаешь какие-то тяжелые веса, когда у тебя интенсивность, когда у тебя спринты беговые, то есть эти вещи нужно однозначно разводить абсолютно. Если вы переели, если вы хотите потратить какое-то количество калорий после еды, просто ходите. Это самое идеальное будет. Просто ходите пешком. Так, дальше, следующий вопрос. Лена, ой, тут Иван справляется. Красавчик абсолютно. Отвечает на вопросы директор ПГ-марафона Иван Михайлов. Ребята, в чате вам отвечают. И я вас сразу приглашаю. Раскликивайте, пожалуйста, мой профиль. Проходит активнейший набор в 14-й сезон моего 21-дневного ПГ-марафона, в который мы ждем всех желающих. Присоединяйтесь, пожалуйста, отправляйте ваши заявки. У вас еще есть какие-то места. И наша активнейшая запись проходит. И где-то за неделю до начала места уже не становится. Поэтому, пожалуйста, отправляйте заявки. Заранее регистрируйтесь, чтобы потом не обижались, почему не взяли вас в проект, когда вы накануне пишете. Так, поехали дальше. В конце тренировки... Ой, класс, Липовский у нас здесь. Магний стоит пить перед сном 300 мг. Три таблетки за раз. Конечно! Конечно! У меня есть видео про магний, где я рассказываю о том, что многие употребляют там магний цитрат, магний ротат, магний... Господи, соли магниевые есть. Разные формы выпуска вашего магния замечательного есть. Пожалуйста. Когда вы 300 мг говорите, реально магния, который будет вам доступен, будет где-то миллиграмм 90. Берите лучше всего магний, значит, форте, магнезиум форте в таблетках. Он будет стоить дороже, и там синтезированный, уже более очищенный магний, который будет лучше усваиваться, дает лучший эффект. 200 мг минимум чистейшего магния вам нужно. Добрый день, Хила! Да, отлично! Магний Хила красавчик, Юрий! Он молодец! 600 мг, там немного, в доплгерс магний плюс калий, пейте абсолютно, пейте. Только что рассказал, что это не весь чистый. Далее, я помню, вы не любите рыбу. Я с рыбой на вы отношусь. Я люблю рыбу, но не люблю запах рыбы. Можно ли включать в рацион раз в неделю слабосоленую, жирную или форшмак? Значит, смотрите, знаете, какую я обожаю рыбу? Ту рыбу, которую за меня уже кто-то посолил, а если она уже... Вот красная рыба, лосось, выдержанная, копченая, соленая, просто шикарная. Я пару раз, значит, извращался, делал его самостоятельно, элементарно абсолютно сделать самому. С лайсиками просаливаешь его в рассольчике за буквально сутки, он у тебя готов в холодильнике. Но, если вы любите рыбу, да хоть это будет ваш только бонус, если вы будете каждый день есть вместо мяса рыбу. Красную желательно, не белую. Белая она, в принципе, пустая достаточно по калорийности. Поэтому, пожалуйста, слабосоленую, как угодно вам. Так, не считаю калории из зеленолиственных в салате, из лука. Это абсолютно. Из зеленолиственных можете не считать, из лука можете не считать. Из... Господи, ребята, чем я говорю, я вам не считаю никогда калории из того, чем я заправляю мои салаты. Масло. Вот, не парьтесь по этому поводу, пожалуйста. Магнозиум цитрата, это магний. Магнозиум цитрата, это магний. Да. Так, поехали дальше. Сейчас я остановлюсь где-то на перекрестке. Ой, хороший большой вопрос. Сейчас буду читать «Красный свет» как раз. Так, Алексей, поставили диагноз от кишечника. Что делать? Значит, каждодневные отеки набрала вес из-за этого. Воды пью 2 литра в день. И в туалет по-большому не хожу сама, только со словительным. Вот. Пожалуйста. Значит, я сейчас вам могу вот такую большую лекцию прочитать. Ради всего святого, бегом ко мне на YouTube-канал. Вот, внимательно, бегом ко мне на YouTube-канал. И смотрите два видео. Во-первых, соль, ты будешь в шоке, кажется, называется, и запоры. И вы будете вот эти два видео использовать как ваши настольные знания для того, чтобы вы могли привести в норму ваш баланс минералов, для того, чтобы вы могли привести в норму ваш кишечник. Вы поймете, что проблем со стулом у вас нет, у вас есть только проблемы с едой и с достаточным количеством питательных элементов. Так, гнилостный запах изо рта и диарея. Прекрасно, абсолютно. Во-первых, отравление. Во-вторых, паразиты. В-третьих, кариес. В-четвертых, вопросов миллион разных, абсолютно. Я вам скажу, запахи изо рта от процесса похудания до, прочеркиваю, кариеса и процессов, ну, это, по сути, это разложение зубной эмали, да. Диарея, это вообще отдельная история, связанная с тем, что организм не в состоянии усвоить воду. Это проблема бактерий кишечного фона, которые не усваивают воду. И от диареи, между прочим, умирают не как факт, от диареи, а умирают от обезвоживания, когда диарея. Поэтому так важно пить. Здесь нужно понять, почему это происходит. Спасибо вам, я с воскресенья ужина и до сегодняшнего момента была на ПГУ, у меня получилось. Особенно, смотрел ваш прямой эфир на выходных, моя дорогая умница. Я вам предлагаю каждый день делать интервальное периодическое голодание. Кушайте достаточно, посмотрите мое видео в Ютубе, которое называется «Как начать периодическое голодание правильно». Так, жимолость со своего города около можно? Можно? Жимолость, это прекрасно, абсолютно, используйте. Так, сейчас я буду перестраиваться очень активно в правый ряд. Извините, я не хам, извините, извините. Поехали дальше вниз. У меня рефлюкс. Желчок из кишечника забрасывается обратно. Я знаю, что такое желчный рефлюкс. Очень много желчи в желудке. Один, действительно, желудки кишечник не усваивает железо, гемогубинный 80 лет. Подскажите, пока показано. Вы должны в первую очередь жить проблему с желчным рефлюксом и с переполненным желчным пузырем. И поверьте, вы ее не заработали за один день. Ведь правда? Ведь вы же питались хрен пойми как долгие годы. И сейчас будем с вами бороться. Пожалуйста, ради всего святого. Вот опять, когда этого было с видео с диарей, внимательно, внимательно, бегом на мой YouTube канал и два видео у вас. Язва и гастрит от голодания. Как правильно начать периодическое голодание? Второе видео. Это два видео, которые я постоянно рекомендую, потому что там есть список поступательных движений, которые вам просто будут критически необходимы для того, чтобы остановить постоянное лишнее производство вашей пищеварительной, вашего пищеварительного секрета. Ваш организм постоянно травит вас этим всем не потому, что он желает вам зла, а потому что это приобретенный рефлекс. Переваривать, потому что долгие годы мы постоянно переваривали. Пожалуйста, эти два видео смотрите, там вы найдете информацию для вас. Спасибо, Иван Алексеев, вам огромное спасибо. Спасибо за ответы. Вам большое спасибо. Так, поехали дальше. Перестал завтрак весь день на сладкое. Дайте мне этот вопрос. На сладкое тянет почему? Давайте так. Вы бросаете пить пиво и вас тянет на пиво. Вы бросаете курить и вас тянет на сигареты. Вы перестаете завтракать и вас тянет весь день на сладкое. Почему? Потому что, во-первых, у вас есть когнитивный центр корректировки поведения в мозге, который постоянно пытается дать вам и заставить вас употреблять то, что приносило раньше удовольствие. Сладенькое вырабатывает ваши эндорфины. Пивасик вырабатывает эндорфины. Сигаретки вырабатывают эндорфины. Все это заставляет вас кайфовать. И то, что я ради всего святого прошу, чтобы вы поняли, вам не нужно это, чтобы быть полноценным. Тянет на сладкое вас, потому что у вас нет необходимости сладкого употреблять для того, чтобы мне работалось хорошо, потому что я, если не съем шоколадку, я ничего не соображаю. Поверьте, вам это не нужно. Это всего лишь адаптация и борьба с инсулинорезистентностью. Бегом на мой YouTube-канал смотреть, кто такое инсулинорезистентность. Так, поехали вниз. Леночка, чуть кружится голова. Иногда на голоде давление. Иногда на голоде. Так, давление в норме всегда понижено. Из-за этого. Так, дайте перечитаю, пожалуйста. Кружится голова иногда на голоде давление в норме понижено. Или вы пишите криво, или я за рулем и я ни хрена не соображаю. Ну, в общем, у вас обычно пониженное давление из-за этого кружится голова. Почему это происходит? Из-за того, первых, отсутствия тонуса в сосудах кровенесущих. Во-вторых, из-за того, что у вас низкий, скорее всего, гемоглобин. И, естественно, когда у вас низкий гемоглобин, низкое давление, у вас мало кислорода, которое в вашем кровотоке. Скорее всего, у вас еще гематокрит понижен, скорее всего, у вас вообще количество белых и краснокровенных телец, то есть у вас еще и иммунитет понижен, может быть, болеете или сопливите постоянно, у вас где-то кто-то, может быть, в виде герпеса высыпает на губах постоянно. Почему? Потому что эта зараза полностью, так сказать, привязана к тому, во-первых, как вы питаетесь, питаетесь ли вы полноценно, достаточно ли вы получаете железо, и если вы веган или вегетарианец, то упаси вас Господь вообще в принципе это делать, если у вас постоянно пониженный гемоглобин. Вам нужно, подчеркиваю, больше продуктов, которые создают ферритин, создают возможность организму получить группу B, вам нужно повышать тонус, понимаете? Тонус вам нужно повышать кровеносущих суставов, сосудов. Господи, извините, пожалуйста, я пьяный, езжу за рулем, теряются места. Тонус нужен, B, железо, и все это решится, и кружится голова, потому что недостаточно кислорода, недостаточно питания для вашего мозга, и мозг начинает немножечко, как будто вы выпившие, мозг начинает немножечко сдавать позиции, опять же, не потому что он вам желает зла, потому что просто он не может иначе функционировать. Месяц на ПГ сплю спокойно, но сводят ноги судороги по ночам, низкий поклон, вам спасибо, говорю, но сегодня было много сказано о магнии, магнии, мои хорошие, магнии вам нужен для того, чтобы эти проблемы решить полностью, поверьте, синдром беспокойных ног нашу семью не обошел стороной, моя супруга борется с ним абсолютно успешно и удачно при помощи магния. Так, мои дорогие, я вообще в восторге, 120-130 человек в эфире, в трансляции, это просто фантастика, вы, во-первых, красавчики, во-вторых, спасибо огромное за то, что вы вот так вот участвуете в лайвах, ребят, это мега круто, я считаю, что наши с вами прямые эфиры, регистрироваться в мои прямые эфиры, ссылка сохраненная у меня в профиле, второе, родные, прошу, пожалуйста, этому видео ставьте лайк, если вы посмотрите в записи, если вы смотрите нас не в записи, последнее видео в ленте, пожалуйста, поддержите лайком, а это запись вчерашнего эфира, тоже был прекрасный, мы с вами мега круто работаем, у меня прям насыщенный каждый день, но я нахожу время всегда для прямых эфиров, заметьте, 7 дней в неделю, в этом году я ни разу не пропустил прямой эфир с вами, ни разу, может быть, один раз, кажется, пропустил, кстати, ну это я от героина отходил, а так все нормально, в общем, я вас обнимаю, я вас целую, всем прекрасным, абсолютно дня, я еще раз вам от всего сердца благодарен за ваше внимание, и за ваше доверие, за ваши золотые вопросы, ребят, отключаюсь, всем замечательного дня, и прощаюсь всего лишь до завтра, все, пока, 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 отключился, извините, пальцем лезу в камеру, все, отключился,